Комплекс очистных сооружений канализации Бзугу занимает около 8 гектаров. Они были возведены вместо старых новогинских. Это кадры съемок в июле 2015 года. Руководители бывшего коммерческого предприятия «Сочи Водоканал» рассказывают журналистам об уникальности сооружений и современном дорогостоящем оборудовании, которое, впрочем, до сих пор на полную мощность не применяется. К примеру, шесть куберовских тонкослойных фильтров мембранной очистки, общая стоимость которых превышает десятки миллионов рублей, были закуплены для второй очереди сооружений. Вторую очередь тогда не достроили из-за проблем с финансированием, а предназначенные для нее фильтры вот уже пять лет стоят под открытым небом и потихоньку просто пропадают. Коммерсанты из ООО об их сохранности не позаботились. Данные фильтры хорошие, но применение материалов тканных, скажем так, не самое лучшее. «Такие же фильтры есть с нержавейкой, металл-нержавейкой, который имеет тот же прозор, но более долговечный, более качественный в эксплуатации. Мы видим, что уже какие-то тканевые элементы порваны в процессе хранения, какие-то узлы и агрегаты заржавели. Очень обидно, что дорогостоящая оборудование на сегодняшний день не эксплуатируется по своему прямому назначению». Если хуберовские фильтры можно сравнить с «Мерседесом», то этот агрегат с «Мазерати». Огромный комплекс для сушки отходов также не задействован. По назначению не функционирует и многое другое оборудование. «Организация, которая эксплуатировала эти сооружения, ну, скажем так, халатно относилась к этому. Одна из линий сооружения, это 30%, выведена из эксплуатации, потому что использовалась как донор запчастей для существующих или как действующего объекта. Одни из современных аэротенков 11-метровой глубины с турбовоздуходувной станцией не работают как надо или как хотелось бы, как было задумано, потому что не проведена система диспетчеризации, контроля технологического процесса, не проведена пусконаладка, не сделан ПНР этих сооружений. Поэтому они эксплуатируют сегодня не работают, но они могут работать гораздо лучше». Помимо первой очереди комплекса очистных сооружений МУП «Водоканал» принял и недостроенную вторую очередь. Работы по ее достройке начнутся после Нового года. Краевые власти уже изыскали для этого необходимые средства. А пока персоналу очистных сооружений приходится выполнять свои обязанности не в лучших условиях. Инженер-химик Татьяна Леонидовна работает с оборудованием, перевезенным со старых очистных. «В силу того, что строительство второй очереди, и мы это ожидаем и ожидали все эти годы. Поэтому все, что мы могли, мы делаем в наших условиях. Это оборудование уже много лет оно у нас. И в общем-то мы хорошо на нем работали и работаем. Поэтому вот пока у нас, ну это уже устаревшее оборудование. По нынешним требованиям, конечно, оно желает быть лучше». В общем, работа очистных сооружений ведется во многом благодаря энтузиазму коллектива. Благодаря этим людям объект справляется с задачами. Тому подтверждение лабораторные исследования. «В превышении предельно допустимых концентраций веществ определенных нет. Вода в норме очищается по всем показателям». «Очищенная вода – значит, чистое море. А эта тема в год экологии особенно актуальна. Реальную работу очистных сооружений Бзугу сегодня увидела член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Выводы сделаны». «Создается впечатление, что руководство, ну что несколько лет предприятию просто красили губы для того, чтобы была красивая картинка. А на самом деле внутри, как мы видим, дорогостоящее оборудование выходило из строя. А Сочи – это не просто курорт федерального значения. Это визитная карточка страны. Поэтому это, на мой взгляд, Общероссийский народный фронт, тем более в год экологии, не может пройти мимо этой темы». Буквально через несколько дней в Сочи приедут другие представители Общероссийского народного фронта. Делегация осмотрит все важные объекты коммунально-канализационной системы города, даст оценку и затем примет все меры, чтобы Сочи действительно оставался курортом. От руководства нынешнего муниципального предприятия теперь во многом зависит, когда обзугинские очистные наконец заработают в полную силу.